Всем привет, я Мансуров Максим, эксперт по технике для сладской обработки овощей. Сегодня я хочу рассказать вам и показать линию для закладки овощей на хранение производства экспериментального завода Республики Беларусь. Для этого мы приехали в Манский район Красноярского окрая в КФХ Зотин Андрей Валерьевич. В данном хозяйстве активно работает линия для закладки овощей на хранение, которую клиент приобрел у нас в этом году. Кстати, в этом хозяйстве также работает сортировщик круговяк М647, о котором мы снимали видеоролик ранее. Ссылку оставлю в описании. Сейчас я вам расскажу последовательность работы данной линии. Сначала картофель выгружается в бункер приемо-сортировочный ППС-2060. В данный бункер возможна загрузка из любых транспортных средств с задней выгрузкой. Вместимость данного бункера 16 кубических метров. Данный бункер делит картофель на три фракции. Это земля, мелкая фракция картофеля и крупная фракция картофеля. У полотна транспортера бункера мягкие и глубокие карманы, которые при работе способствуют в первую очередь быстрой и равномерной разгрузке с минимальным обратным скатыванием клубней, максимально бережному обращению с клубнями и их оперативному очищению. 14 мягких полиуретановых вальцов обеспечивают бережное обращение с продуктом, более эффективное отделение примесей, чем на стальных спиральных вальцах, высокую производительность. Производительность данного бункера до 50 тонн в час. Профиль вальцов предотвращает залипание камней между витками. Это частая проблема стальных спиральных вальцов. Материал вальцов износостойкий и долговечный. Функция TurboClean обеспечивает качественную очистку вальцов от налившей грязи. Для очистки вальцов гидромоторы запускаются на максимальной скорости в противоположном направлении. Как показывает опыт, гидравлический привод на порядок надежнее электрического. Из приемного бункера PS-2060 одна из фракций в виде земли и мусора попадает на наклонный транспортер KN-650. Для дальнейшей загрузки мусора и земли в самосвал, для дальнейшего вывоза со склада. Высота загрузки регулируется от 1 метра до 3,6 метра с помощью домкрата. Из бункера крупный картофель попадает на транспортер телескопический GT-40. Максимальная длина транспортера 17,5 метров и регулируется в зависимости от габаритов вашего склада. Также транспортер оборудован частотным преобразователем, который позволяет регулировать скорость движения ленты. Максимальная производительность данного транспортера 40 тонн в час. Все настройки и регулировки производятся при помощи одного пульта управления. Кроме того, транспортер телескопический можно использовать как инспекционный стол, что делают в данном хозяйстве. Скорость движения ленты каждой секции транспортера можно настроить отдельно. Например, там, где у вас идет переборка, скорость движения ленты сделалась более медленной, а там, где у вас уже идет загрузка в буртоукладчик, скорость движения ленты увеличить. Ну и завершает линию закладки картофеля в бурт загрузчик телескопический GT-40. Данный загрузчик управляется вручную при помощи вот этого пульта. Пульт позволяет оператору двигать загрузчик вправо-влево, также развегать и складывать стрелу. Передвигается загрузчик на собственном шасси. Шасси и лента загрузчика приводятся в движение гидромоторами. Все оборудование исключительно белорусской сборки, так как Минский экспериментальный завод выпускает свою продукцию только в Республике Беларусь. Кроме того, завод периодически выпускает новинки, которыми можно доукомплектовать линию. По факту, что мы имеем? Купили несколько единиц техники, поставили в линию. В следующем году захотели расширить свой технологический процесс, докупили другое оборудование. Ну, допустим, захотели складировать картофель сразу в мешки, докупили весоупаковочное оборудование. Или захотели продавать мытый картофель, чтобы поднять его рыночную стоимость. Можно докупить мойку картофеля. Согласитесь, это очень удобно. Заинтересовало наше предложение? Или хотите просчитать линию? В описании к данному ролику будет ссылка на страничку нашего сайта. Можете оставить заявку. Наши менеджеры свяжутся с вами в кратчайшее время и просчитают стоимость оборудования. Ну, а на этом у меня все. С вами был Мансуров Максим. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!